Друзья, доброе утро! Вы на канале Живую Путешествую. Я сейчас нахожусь в Сочи, в районе Мацесского. Тут я пробуду 4 дня, сейчас уже второй полный пошел день. К 10 я уезжаю. Сегодня у нас 7 мая. Сегодня прохладно. Я сейчас в спортивном костюме. Он, правда, легкий, но... Все равно, если я уезжала из Москвы позавчера, в этом же костюме легкой куртки, нормальной у него, сейчас мне прохладно. Вчера был отличный день вообще, солнечный. Даже немножко подгорело. В моих планах сейчас съездить в Адлер, прогуляться по набережной, посмотреть готовность курорта к сезону. Автобус медленно ехал, поэтому на следующей ласточке я поеду. А сейчас мы с вами сходим в кусочек пляжа Мацеста. Получила я термометры, но не готова сегодня воду измерять. Все-таки надо шлепк. Может быть, в Адлере. Посмотрим. Ко мне просто я не могу ходить. Все. Увидимся с вами на пляже. Пока еще не на пляже. Хотела показать вам автобусики. Обновили парк автобусов сочинских. Они теперь в основном синенькие такие, красивые. Конечно, на 120 машин по длине об автобус надо делать. Вот и с двумя дверьми, ну хотя бы с тремя вот такой вот. Потому что автобус ходит редко, очень заполнен всегда. Вот где желтое здание, на той стороне речки, там основная дорога на пляж. А здесь такой кусочек пляжа. Сейчас с вами туда погуляемся. О, здорово. Здесь сделали переход. Класс. Тогда я пойду на основной пляж. Немножко. Через 20 минут у меня электричка. У меня буквально туда-сюда. Здорово. Потому что здесь остановка автобуса. И можно быстрее добраться до пляжа. У людей намного удобно. Речка у нас такая уже сегодня почти голубая. В том году уже ремонтировали. Не знаю, что здесь будет. Очень интересно. Пока ничего. Ну, как всегда, на самом интересном месте у меня села батарейка. Сейчас новую ставила. Вот смотрите. И тут тоже что-то уже делаю. Вон пляж Мацест, а потом сами с вами. И сегодня. Все, все-таки хочется в Адлер. А вот про тот кусочек пляж я вам говорила. Раньше можно было здесь перейти. Но как-то летом на 1-й раз когда-то люди переходили в брод. А там сходили, когда не было того мостика. Приходили здесь в брод. Там что-то мужчина жарит шашлычок. Вот здесь действительно пахнет морем. А в центре сочек пахнет едой. Видите, какая красота. Ну, мы с вами пойдем в журнале Плечку. Друзья, добрался до Адлера. Билет стоил 26 рублей. Смотрите, как мало народу. Я прикреплю ссылочку. Я уже делала обзорчик вокзала в сентябре. Так, немножко по кругу пройду. И пойдем с вами гулять. Цель сегодня пройтись по набережной. Кстати, здесь рекомендую недорогие сувенеры. Вот раз себе покупала. Ну, какие лягушки прикольные. У меня тоже маленькая лягушечка, думаю, здесь. Ну, лягушки так, да, не бюджетные. Сейчас зайду и мишку, посмотрю. Друзья, вышли мы из здания вокзала. Смотрим на море. Друзья, вот мы уже у вокзала. Он сзади меня. ЖД вокзал Адлер. Море. Красиво еще раз посмотрим. И прогуляемся с вами вдоль улицы Просвещения. Честно, я никогда не знала, что здесь можно пройти. Была очень удивлена. Сейчас попробуем. И куда дойдем. Скажем, все попроще, нежели дальше, где пляжи около Мзымты. Зато, смотрите, здесь очень мелкий песочек. Мелкая галька, извините. Так я не знаю, что жилые дома или что. Непонятно. Это не вывески, ничего нет. Ну, там пляж Огонек. Допустим, всякие есть. Что я помню. Ну, что с вами посмотрим название. Честно, я сама подзабыла. Людей мало. Посмотрим, сколько я сегодня пройду. Вчера, представляете, упала дома. У нас пластиковый стуль, но квартирка маленькая. Хранить негде, это удобно. Один и другой. Сломался стул. Просто отломился, ножка упала. У нас кафельный пол. Непонятно почему. Я тоже на нем не прыгал и особо не эксплуатировался стул. Ну, в общем, он нам пожаловался. Здесь какие-то номера. Не знаю, может быть, действительно. Дома. На каждой двери. Почти на каждый номер. Да, друзья, это эллинги. Это дома. Там даже было написано выкапывать цветы запрещено. Камера на фасаде эллингов. Смотрите, какие кондиционеры ржавые. Вот и здорово. Ну, совсем море близко. Правда, нет балконов. Представляете, как здорово, да, на балкончике вечерком. И зимой. У нас там, где квартира, не солнечная сторона. С одной стороны, хорошо летом. Летом не так жарко. Но в зимнее время желательно бы солнышко. Белье практически не сохнет. Только в квартиру что-то заносить. А там оно быстрее сгниет. У нас небольшая такая сушилка компактная. Когда теплый пол включаешь, ну, если постельник, не пододеяльник, ну, наверное, за полтора суток высохнет. Все, эллинги заканчиваются. Тут уже шестой номер. Тут тоже какая-то стройка. И куда дальше? Что, по набережной дальше нельзя идти? Как-то не прикольно, друзья. Смотрите, полотан. Листики распустились. Честно, я не очень хотела бы жить здесь. Все-таки вокзал рядом. Место наверняка дорогое. Точнее, квартира. Ну, не знаю, мне не хочется. Прохожу сейчас санаторий Адлер. Вот такая же вывеска. Блеклая. Ну, учитывая цены на эти санатории, можно было, конечно, подобновить. Какие-то прям джунгли. Так, тихо-тихо прям на улице. О, смотрите, прям дебри какие-то. Как заброшенные дачи. Это, наверное, не корпус санатория-то. Да, вроде набережная. Надеюсь, что я выведу. Друзья, ну это явно заброшка. Смотрите, какие окна все выбитые. Ну не все выбитые, но открытые. Блин, явно заброшка. А вверху и выбитые. Как вам такое? Никому не надо, да? Там машины стоят дальше. Значит, как это все-таки? Это чье-то? Или это, наверное, склад может быть? Этих коротных аксессуаров в домике такие для пикника. Купаться запрещено, то я не собираюсь, собственно. Пляж Апельсин. Я не знал, что такой пляж существует, друзья. Теперь знаю, вместе с вами прогуливаюсь. Выходим на пляж Апельсин. Здесь какая-то заброшка. Парфилакторий дальней авиации. Видите? Написано. А здесь тоже нельзя пройти? Ого! Или можно? Качельки такие тут замечательные. Да. 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 на у нас на эти шезлонги красят там опять какой-то забор сейчас спустимся с вами к морю наверное по берегу пойдем погода начинает налаживаться жить потеплело вот я прям расстроилась это лавочка залезать или они будут все-таки на полу стоять потом тоже какая-то заброшка разрушена что-то смотрите попасты все еще такое бывает цены пока не написано думают наверно тесно что выходит а я тут наверно не пройду смотрите ну разуваться боюсь я не знаю что там в этой речке в которых текает падают я боюсь кроссовочка здесь какая жопа золотом море какой-то дождение был за этой речке что-то нет не пройду ну что ж пойду на лозу может это эта хератая есть где-то ее райончик я не пойду мне не пойду связи вообще какая-то жуть смотрите необходимости назад с вами друзья ящичку по улице ленина не стал я рисковать подальше уйду на набережную то вот туда сюда ходить смотри тоже какой-то плесень и черная улица белорусскую указать вот это дерево по моему шмала ягодки уже на нем зеленые ну как и шашлаком пахнет ребят рынок апельсин надо было конечно не взять микрофон с собой а вот он днс когда мы едем на автобусе в аэропорт приезжаем этот днс вон он или с другой стороны его обошла а что не знаю такую единственной недвижимости что вдвоем еще едут два товарища иностранных специалистов там что творится смотрите мостик жил какой-то но они до строя мне не думают много такое впечатление что они тут давно уже стоят да интересно тут пройтись никогда тут не было смотри с олеандры зацветают как-то бутончик еще один в точку спустился а вон еще есть смотрите домик крыша вся в плесени плесень лет старая краска на такую вот мне здесь перейти дорогу мне туда что-то не хочется не знаю куда я иду но мне кажется совершенно не туда куда мне хотелось бы пойти забор какой-то сейчас нахожусь интересно мне это совсем не нравится ребят дорога не заканчивается мне хоть к морю или куда там город куда я вообще а все вышло ну наконец-то мы с вами вышли на набережную ура ну где-то можно было раньше выйти конечно повернуть я один раз уже свершила поворот не туда пляж огонек 2 друзья тоже что-то новое не отремонтированная не новая немножко там черный черной плесени реставрирует надо нам с вами тоже туда спуститься и посидеть очень приятные лавочки сейчас мы с вами посидим здесь на лавочках тут тоже работа полным ходом а что интересно этим буром делает только хотела присесть мужчины там облюбовали а ну есть еще лавочки и мне достанется сейчас пойдем с вами через территорию санаторий южный из моря транзитный пляж транзитный проход на пляж чайка ну как то так в росту вот 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 самолет совсем увидим как у шума да а сажать мы с вами будем их чуть дальше если они взлетают скоро я полечу пенсионеры отдыхают интересных на них социальной путевки потому что санаторий отдохнуть очень интересно я тоже хочу санаторий на я хочу пятигорск надо как-то съездить муж с маму ли съездить на недельку все мы уже покинули санаторий южноизморя транзитную зону половое утро честно очень хочется перекусить кормление голубей на наберет запрещено ну логично конечно кто-то будет все в памяти мы пришли на к пляжу чайка один непонятно домики для чего маяк-дом финал кафе какой-то я уже к пляжу фламинго подхожу ну все на адлерский маяк имени адмирала комаритсона 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 в башках похуже основа 1898 году друзья отель flamingo какие тут красота вот эта бочка баня два раза мы здесь были отдыхали по две ночи по-моему здесь тоже плитку меняют не только в москве наш уважаемый Сергей Семенович этим занимается о такой звук она какая-то знаете что предка делает гранит или как она какая-то мягкая резиновая и смотрите можно сделать моментальное фото по-моему стоит 100 рублей а да вот сюда отсюда вас будут фотографировать здесь очень интересно рыбка исполнение желаний а может все ближе и ближе к мандарину по-моему здравствуйте вас на морскую прогулку записать видите красота какие цветочки здесь уже такая движуха так не знаю зайду во вкусную точку что-то как-то мне хочется все-таки перекусить так где здесь вход вот все друзья увидимся на пляже вступила сеть фактически . бикхит конечно пища вредная но хочется кушать очень есть с таким видом перекушаю немножко друзья немножко подустала сегодня я вам скажу сколько я прошла на сейчас 9,99 10 километров 7 подустала после зимы видно атрофировалась смотрите какой малыш он мне пришел кушает не запасно кормить мне его жалко он такой маленький убежал второй малыш нет слопал нет улетает или слопает как вы думаете слопал что-то многовато ему дало а едят салаты ну что-нибудь есть нет просил бы вылежать салатик хочется маленькому дать долго не выдавать не видит увидел пока не видят но Продолжение следует...